На прямой связи с нашей студией Шайра Малдана, военэксперт, полковник запаса. Шайра Малдана, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Шайра Малдана, мой коллега очень подробно сейчас в своей аналитике коснулся разных определенных моментов. Как вы прокомментируете вот этот открытый переход, открытое враждебное отношение Ирана по отношению к Азербайджану? Ведь вот операция службы госбезопасности, выявление вот этих вот предателей, шпионов, которые работают на Иран. И особенно вопрос возможной передачи разведданных от Ирана к армянской стороне. Я должен сказать, к сожалению, конечно, приходится говорить об этом. В принципе, и раньше, вы знаете, в бакинских селах некоторые радикалы, экстремисты на фоне религиозности, как говорится, проводили некоторые акции. И след иранский был виден. Наши профессионалы, представители государственной безопасности всегда отличались высоким профессионализмом. Но тогда мы старались эти вещи как-то не называть своими именами, как бы в какой-то степени не обидеть нашего соседа, потому что Азербайджан по отношению к Ирану всегда занимал конструктивную, мирную политику и дружественную политику. Но и в течение 30 лет оккупация Армении, со стороны Армении наших земель. И особенно, когда Азербайджан своей силой, своей армией освободила территорию, восстановила территориальную целостность, восстановила границу государственную, в том числе и с Ираном, мы, конечно, как мусульмане, как люди одного вероисповедания, должны были ждать, что нас поддержит сосед, будет радоваться. Хотя я должен сказать, что вначале какие-то такие вот были высказывания, где-то поздравляли нас и так далее. Но оказывается, это все было просто, будем говорить так, на публику. Но, вы знаете, дальнейшие и особенно последние вот эти два года, особенно последние, вот можно сказать, несколько месяцев, связанные и с учениями, и высказываниями, недружественными в адрес Азербайджана, мы увидели истинное лицо Ирана, который является старшим братом нашего врага Армении, который всячески его поддерживает, открывает консульство, мешает там проводить в жизни, как бы, согласно соглашению Зангезурского, как говорится, коридора и так далее и тому подобное. Вы знаете, как говорится, естественно, к сожалению, как говорят, семья без уродов не бывает, нашлись у нас такие уроды, извините меня, я по эфиру использую это слово, которые работали на Иран, которые работали на иранскую разведку. Можно провести параллели равенства иранской разведки и армянской разведки, потому что ясное дело, что всю информацию, которую мы, вернее, не мы, а эти уроды, передавали иранским соответствующим органам, оно, естественно, использовалось ими непосредственно наши враги тоже. Особенно сейчас, до сих пор еще не подписан мирный договор, и мы находимся в состоянии войны с Арменией. И появление таких, как говорится, элементов, если можно так назвать, особенно, когда мы чтим память наших шеидов, которые склонили голову за безопасность и за территориальную целостность нашего народа, нашей Родины. И появление вот таких, как говорится, шпионов, конечно, это и предателей Родины, это, конечно, очень трудно без эмоций об этом говорить. Я думаю, что все общества Азербайджана должны быть бдительными, потому что этими четыре или пятью человеками, я думаю, что не закончатся. Мы должны быть очень внимательны к поступкам некоторых, которые могут проявить себя. Ну а наши профессионалы государственной безопасности, я думаю, что свое дело с честью выполнят и дальше будет выявлять таких элементов. Но я бы призвал всех участвовать в нашей государственной безопасности и выявлять таких элементов для того, чтобы не смогли наши враги воспользоваться их информацией. Не дадим мы им свободно работать и передавать информацию о тех секретностях, которые у нас находятся. И о военных частях, и о наших подразделениях командов, и о наших кораблях, и о наших коммуникациях, и логистической сети и так далее и тому подобное. Я думаю, что та информация, которая сегодня и по вашему каналу была, как говорится, доведена до нашего общества, она всплотит наше общество вокруг нашего государственной безопасности. И мы все станем членами государственной безопасности именно в том плане, чтобы обезопасить наше государство от таких уродов, которые, как говорится, можно сказать, их можно сравнить с нашими врагами, у которого руки по локоть в крови наших шиидов. И в сегодняшнем Азербайджане такие проступки, они недопустимы. И мы должны их проклинать не только словом, но и делом. Я думаю, что так и будет. Шармарин, большое спасибо вам за комментарий. Я верю и надеюсь, что ваш призыв будет услышан ответственными гражданами Азербайджана. Напомню, на прямой связи с нашей студией был Шай Рамалдана, военный эксперт, полковник запаса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!